На получение удовольствия законы до еды, до питья, до запахов. Это заповедь наших мудрецов, основанная на словах халмута, которые говорят, что человек не имеет права получить удовольствие от этого мира без того, чтобы сказать за это спасибо. Но мы сейчас с вами обсуждаем именно законы благословения после еды. А благословение после еды – это как раз одна из немногих, практически единственная, выполняющая каждым евреям заповедь из Торы, как написано в книге Гваринда, «Халтар и Саватар, убрать, ты будешь кушать и насыщешься, и благословишь». И мы обсуждаем законы Браха-Ахаруна. Напомню немножко терминологии. Браха-Ахаруна – это последнее благословение. Так называется все благословения после еды, в которых у нас есть три штуки. Есть как таковое Беркат, Амазон, которое так и переводится – «Благословение на еду» или «после еды». Есть Браха-Ме-Айн-Шалош, который является сокращенным вариантом Беркат Амазон «Благословение после еды». Так оно называется вместо трех, потому что контентная – это сокращенный вариант первых трех благословения, благословение после еды. И есть коротенькое благословение, которое я уже несколько лет подряд говорю, учите его наизусть. В основном мы с вами сейчас обсуждаем законы благословения, это вместо трех, напомню, что благословение вместо трех, это не вместо трех видов еды, а вместо трех благословений, а три вида еды. Это продукты из пяти злаков, продукты, которые являются фруктами, которым славится земля Израиля, их тоже пять штук из семи в общей сложности продуктов, и на вино. На этом мы говорим благословение Майн Шалош, если вы кушаете и то, и другое, и третье, то вы просто это благословение выстраиваете в одну строчку, а Баруха Таашем говорите один раз. Все остальные, кроме вышеупомянутых видов еды, на них мы говорим Борэн и Пашо. И на прошлом уроке мы с вами конкретно обсуждали, что делать, если забыл, не сказал, что во что включается и так далее. И мы с вами, я сейчас подведу только короткий итог, мы с вами выяснили, что аля михья, благословение на насыщение, о котором мы говорим, на пять злаков, а насыщение может быть только с помощью карбогидратов, как считают наши мудрецы, и эти пять злаков, это пшеница, рожь, ячмень, овес и проса, только на них говорится аля михья. Но мы также считаем, что пить вино и кушать именно финики от этого тоже насыщаются, и поэтому если вы пили вино, кушали финики, но при этом кушали еще мизунот и сказали на это аля михья, то вы выполнили обязанность благословить. Конечно же, правильно говорить на каждый вид и подвид по отдельности. Также мы с вами, последнее, что мы с вами обсуждали, это количество того, что вы съели или выпили. Напоминаю, что важнейший критерий о том, сколько нужно съесть, чтобы сказать благословение после еды, или сколько нужно выпить, чтобы сказать благословение после еды, они разные. Мера измерения после еды – это кезайт, кезайт – это приблизительно 50 грамм, хотя наши мудрецы расходятся во мнении от 13.4 до 50 грамм – это размер кезайт. Сегодня мы идем по более устрожающему мнению, говорим, что это у нас и будет, так сказать, кезайт, это приблизительно 50 грамм. Съев чего-то вы 50 грамм, молодцы, можете выполнить в заповедь истории сказать благословение после еды. С напитками немножко по-другому. Напиток – это должен быть рвеид. Мы обсуждали с вами, сколько это рвеид. По большинству мнений, рвеид – это 86.4 миллилитра жидкости, которую вы выпиваете. После этого вы можете сказать благословение после еды на вино или на другие жидкости, которые вы выпили, на которых говорят «Бурен и Паршок». Последняя вещь, которую мы с вами обсудили на прошлом уроке – две вещи, хочу я упомянуть. Первая – это если вы выпили совсем чуть-чуть вина и недостаточно, чтобы сказать благословение «Мэ Айн Шалош», но выпили достаточно другой жидкости, допустим, пива, для того, чтобы сказать «Бурен и Паршок», вам нужно говорить только «Бурен и Паршок». И точно так же наоборот, если вы выпили много вина и мало другой жидкости, даже если вы говорите только «Бурен и Паршок» на благословение после вина «Мэ Айн Шалош», но даже если вы выпили много того и другого, вы говорите только «Благословение после вина», потому что вино — это главный у нас напиток, и он включает в себя все остальные напитки. И еще один важный закон, который мы обсуждали с вами на прошлом уроке, это если вы сомневаетесь, что нужно говорить после еды. Предположим, вы кушаете какую-то особенность часто, это бывает сомнение, когда вы кушаете что-то связанное со златами, потому что не всегда можно определить, достаточно златой муки, допустим, является он просто каким-то сохраняющим, склеивающим ингредиентом или вкусовой добавкой и так далее. И вы сомневаетесь, на этом нужно говорить «мизонот» или, так скажем, «адама». Точно так же вы сомневаетесь, какое благословение нужно сказать после еды. Нужно сказать «аламехия» вместо трех, или нужно сказать «боре нефашот». Лучший вариант в таком случае — это кушать, это как чай стратезы, тогда вы просто говорите «боре нефашот». Второй вариант — это чтобы у вас было что-то съедено, на что точно вам нужно сказать «аламехия» и «шалош», и точно на этом сказать «боре нефашот», и тогда вы выполняете «сказать благословение после еды» и на этот ваш сомнительный продукт. И очень важное правило, что если нет ни того, ни другого, есть только этот сомнительный продукт, лучше не говорить вообще «благословение после еды». Я понимаю, что это не очень звучит логично, но логика, которая здесь работает, это называется «заповедь от истории мы устрожаем». То есть мы боимся пренебрегив тем, что мы скажем имя Всевышнего без причина, и эту заповедь нужно выполнить только тогда, когда мы уверены, что мы выполняем эту заповедь. Поэтому если мы сомневаемся, лучше не говорить «благословение после еды». Но я надеюсь, что мы с вами редко попадаем в те ситуации, где у нас есть только один кусочек какого-то энерджибара, который, черт его разберешь, на что на него говорить, мы в любом случае запьем его водичкой, а если там еще мизонот, то хорошо бы сказать, да, я понимаю, что все на диете, но на какой-нибудь хороклогидрат тоже мизонот. Итак, мы продолжим, будем читать по тексту и переводить. Напоминаю, что мы учимся по замечательной книжке Шулхана Руха Кацар. Я буду читать и переводить. Теперь, опять же, мы продолжаем список «упс», список «вдруг что-то сделали не так». Начали говорить «благословение после еды» и сказали «аламехья», а на самом деле вспомнили, что вы не кушали ничего из мизонот, а кушали, предположим, маслины. И вам нужно сказать после этого «алхаэт». Напомню, о чем мы говорим. Вот «Сидур», настольная книжка каждого здравомыслящего еврея, на 96-й странице у вас есть благословение «Меаин Шалош». В этом благословении «Меаин Шалош» есть три колонки, три колонки, которые распределены по видам еды, которые вы говорите. Так как вы говорите, упоминаете их с самого начала, и вам, ну, вы на самом деле должны были сказать благословение на «после плодов земли Израиля» и начали «аламехья», а вспомнили, что на самом деле вы кушали маслины, а на них нельзя сказать «аламехья», то вы сказали «аламехья», до имени Всевышнего вы еще не нашли, сразу свичнули на последнюю колонку и сказали «аляэт». Обратите внимание, мы здесь не говорим сейчас о, именно говорится, о плодах деревьев, и то здесь не упоминаются все детали, потому что, надеюсь, вы помните, а это из нашей тривии благословений, надеюсь, вы помните, что если вы сказали «аламехья» на вино, на которое нужно было говорить «аляэт», и это я имею в виду «после вина», или на «финики», которое нужно говорить «аляэт», то вам не нужно менять, потому что считается, что они тоже насыщающие, и «алямехья», которое дословно переводится на то, что дает нам возможность проживания и поддержки на это, это было связано с благословением после еды, как на вино, так и на «финики». Продолжим дальше. Если ты вспомнил посередине, если ты вспомнил посередине, и затем сказал, исправился и сказал «аляэт», «аляэт», не нужно заново говорить благословение, этого достаточно, не нужно возвращаться, вы сказали благословение правильно. То, что мы сегодня в повторении говорили, хотя мы сейчас только это и выучим, объем, который нужно съесть для того, чтобы сказать благословение после еды, это кизайт. Как я сказал, чуть-чуть поморочу вам еще голову, кизайт – это от 13.4 грамма до 50 грамм. Но можно расслабиться, это приблизительно 50 грамм вы съели, и на это нужно же говорить благословение после еды. Вышурштия, а количество, которое нужно выпить, чтобы сказать благословение после еды, он больше, это рвиид, мы с вами обсуждали это на прошлом уроке, на позапрошлом уроке, это 86.4 миллилитра. Даже если это крепкий алкогольный напиток, все равно, дамы и господа, для того, чтобы сказать после него благословение после еды, нужно его выпить 86.4 миллилитра. Уверен, для вас это не проблема. И вино, которое разведено водой, так что пока что у него все равно, нужно говорить «Бореприагопен», как благословение на вино, точно так же нужно выпить его рвиид, и это не только вина, а вместе с водой. Что имеется в виду? Напомню, мы с вами учили об этом, когда обсуждали законы благословения на вино, что есть такие вина, сегодня они практически не используются, но раньше были такие концентрированные вина, которые изначально, чтобы их употреблять, их разводили с водой. Такое можно разводить до третьей вина против двух третьих воды. Сегодня таких вин не… Такие вина в магазине точно не продаются, и если вы говорите о соке или о вине, то максимум разводить наполовину, и то желательно меньше, чем наполовину, чтобы не было сомнений, тогда все равно нужно говорить про приокуп. Но на вопрос благословения после еды, если вы выпили в общей сложности сок с водой, рвиид, 86.4 мл, и там было, естественно, меньше вина, меньше сока, чем рвиид, это не значит, что вам не нужно говорить благословение, как после вина, мянчалож, вы должны сказать это благословение, потому что если вы сказали благословение до того, как на вино, даже если вы развели его с водой, но достаточно там содержания вина больше половины, чтобы сказать то и вода, и вино соединяются вместе для того, чтобы сказать благословение вместо трех. Есть такое мнение, по которому нужно благословлять после еды на вино, если съели размером с кизай. Я объясню, о чем идет речь. Напоминаю еще раз, что после solid food, еды, как таковой, нам нужно съесть кизай, приблизительно 50 грамм, для того, чтобы мы имели право сказать благословение после еды. Если это питье, то нужно выпить рвиид. Рвиид, напомню, что это четверть от объема 6 яиц, приблизительно 86.4 мл. Но, если вы помните, и мы сегодня это тоже упоминали, что вино считается чем-то, что насыщает. Соответственно, на него можно сказать, если не дай бог вы ошиблись, то вы выполнили обязанность благословить, если после вина сказали вставку а-ля-мехья, которому нужно говорить на 5 злаков. Но именно потому, что вино насыщает и имеет такой особенный статус, мы не всегда к нему, можем к нему относиться как к еде. И поэтому вина, по некоторым мнениям, достаточно кизай, достаточно 50, ну, то есть 50 мл. Чу-па-хот мэрвиид, это меньше, чем рвиид, да, у нас есть там 36.4 мл промежутка. Поэтому, то в шелоли-штот, яйн бешевур шибэн кизай в рвиид, хорошо бы не пить, если вы уже пьете вино, то не пить его между кизайтом и между рвиидом. Почему? Потому что тогда вы попадаете в серую зону. Серую зону между мнением, что нужно кизай, и серую зону между мнением, что вино – это питье, и тем, что вино – это еда. И тогда получается, что вы находитесь в сомнении, а это нормальное состояние для еврея, находиться в сомнении, ну, вам нужно после этого говорить благословение после еды или не говорить благословение после еды. Поэтому, для того, чтобы не вставить себя в эту серую зону, нужно, если вы уже пьете вино, то точно выпить 86.4 мл или выпить меньше, чем 50 мл. Но это я тоже не советую, потому что по поводу кизайта тоже есть расхождение во мнении, хотя все современные, большинство современных поиски, современных законодателей считают, что кизайта 50 мл, 50 грамм, sorry. Но, как я уже говорил, это спор между от 13.6, если я не ошибаюсь, до 50 грамм или это кизайта. То есть вино у нас попадает в серую зону в квадрате. С одной стороны, мы не уверены, это вино или это питье, и поэтому, если это еда или это питье, то достаточно съесть кизайта 50 грамм, то больше 50 мл. Если это питье, то достаточно съесть 86.4 мл. для того, чтобы сказать благословение после еды. Но чтобы не попадать между двумя стульями, нужно пить вина больше, чем 86.4 мл. И здесь опять же мы говорим, что если ты находишься в этой сомнительной зоне между 50 мл и 86.4 мл, и у тебя нет другого вина, чтобы допить до 86.4 мл, не нужно благословить, потому что не нужно благословить после, потому что именно, именно потому что это заповедь истории, мы устрожаем и в сомнении не говорим это благословение. Блюдо, в котором есть смесь из пяти злаков, пяти злаков, которые нужно говорить в мезонот, и шиберхатам аля михья, после которого говорят аля михья, как на пять злаков, часть благословения майн шалош, а также там это блюдо состоит из других ингредиентов, которые нужно, после которых говорят бурен и пашот, сейчас немножко сложный закон, потому что тут новая терминология, которую я уверен, большинство из вас с ней не знакомы. Если в этом блюде есть как минимум кизайт, то есть 50 грамм от мезонот, из пяти злаков, и вы ели его так, чтобы съесть один ломтик хлеба, сейчас я объясню, о чем имеется в виду, я пока просто дословно переведу, нужно сказать аля михья и не говорить бурен и пашот. О чем идет речь? Давайте сначала теми налоги. Что значит бихдэй ахилат хупрас? Столько, сколько, чтобы съесть ломтик хлеба. Имеется в виду следующая вещь, что недостаточно только съесть количество еды, важно его съесть, это количество еды, за определенный промежуток времени. Почему? Потому что если мы говорим благословение после еды, после того, как мы насыщаемся, то если мы растягиваем это насыщение на сутки, то тогда мы не сказали, мы не насытились, да? То есть если вы кушаете по одной виноградинке в течение целого дня, по одной виноградинке каждые полчаса, и такая у вас офигенная диета, то вы не можете в принципе сказать благословение после винограда, вы не можете сказать, что это благословение майя ниша ложь, потому что размер, который необходим, чтобы сказать благословение после еды, он также должен был быть съеден за определенный промежуток времени. Этот промежуток времени в еврейском цикконодательстве называется кидэй ахилат прас. То есть если мы говорим, давайте, надеюсь, что это интересно, эти подсчеты, во-первых, кидэй ахилат прас – это столько, сколько съесть кусок, или пруса – это ломать, если так честно сказать, ломать или целый буханку, правильно на русском сказать – это буханка. Что имеется в виду? Что… Нет, неправильно это будет сказать буханку, это, наверное, все-таки будет ломтик. Что такое прас? Прас – это целая буханка, а кусочек у него, понятно, это ломтик. Есть два мнения, сколько это объем целой буханки. По мнению Рамбама – это объем 6 яиц, по мнению Раши – это объем из 8 яиц, то есть объем буханки хлеба. Прас – это половина этого. Соответственно, половина от этого объема – это размер или трех, или четырех яиц. Но теперь это не вопрос, сколько вы съели, а за какое количество времени нормальный, здравомыслящий человек съест объем хлеба с 3 или 4 яйца. То есть приблизительно это два ломтика хлеба. Теперь наши мудрецы расходятся во мнениях, именно потому что объем разный, и этот период от двух минут до четырех минут. Большинство законодателей в последнее время, таких как Хазуныш считают, что это должно быть именно четыре минуты. В Шоханорхе как-то колонн говорится, что это между тремя и четырьмя минутами. Хатам Софер, есть такой один величайший польский мудрец 19 века, говорит, что это больше, что это где-то аж до семи минут. Но так или иначе, на сегодняшний день стандартный временной промежуток, за который нужно съесть этот фраз, это четыре минуты. Соответственно, для того, чтобы иметь возможность сказать благословение после еды, то, на что вы говорите благословение после еды, недостаточно только съесть количество, важно это количество съесть в определенный промежуток. Соответственно, если вы говорите о еде, то вам нужно съесть кизайт, приблизительно 50 грамм чего-то в течение четырех минут. Это не значит, что вам нужно съесть размер 3 или 4 яйца. Нет. Время, за которое нормальный человек съедает объем 3 или 4 яйца, это приблизительно 4 минуты. Соответственно, тот размер, после которого нужно сказать благословение после еды, размером с маслину, приблизительно 50 грамм, нужно съесть в этот промежуток времени, чтобы иметь право сказать благословение после еды. И это 4 минуты. То есть кизайт за 4 минуты. Соответственно, питье, если вы пьете рвиид, это 86.4 миллилитра, нужно выпить тоже в течение 4 минут. Теперь вернемся к нашему законодательству. В чем здесь сложность? Если вы кушаете какой-то, я не знаю, батончик, да, батончик, в котором есть и мезонод, есть и другие ингредиенты и так далее, и бурен и пашот, если там есть мезонод с достаточной консистенцией, чтобы вы его чувствуете, что он есть как ингредиент, а не просто как упоминание его присутствия, то есть он чувствуете, что вы кушаете именно что-то мучное, то вы сказали бурен и мезонод. Но проблема заключается в том, что в этом батончике, предположим, может быть недостаточно скизайт этого мезонод, и тогда вы не съели достаточно, чтобы сказать благословение после еды. То есть его там меньше по консистенции в этом батончике. Но еще одна проблема, что если этот батончик вы кушаете вкусненько, растягивая удовольствие, и съели его, даже если там есть кизайт этого мучного ингредиента, но съели его дольше, чем за 4 минуты, вы тоже не можете сказать благословение после еды. То же самое касается, если не только мезонод, либо вдруг, если там есть бурен и пашот. Если вы не съели это за 4 минуты кизайт, который есть в этом батончике, даже бурен и пашот, вы не можете сказать благословение после еды. Итак, мы сейчас говорим о двух критериях, после которых нужно говорить благословение после еды. Это объем и время поедания. Объем в еде должно быть 50 грамм, в питье 86.4 миллилитра. И все это для того, чтобы сказать благословение после еды, нужно успеть съесть за 4 минуты. Но я уверен, что вы справитесь, но не сегодня, потому что сегодня пост, пост заканчивается в 9.01. Мы смотрим на это у нас почему. Продолжение следует...